Ребята, выбираемся из поселка Койте. Загрузились. Потихонечку выезжаем, не спеша. Загрузились. 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 вот так ребят арка неправильнее поехал вот и такое бывает и и и и тихонечку развернемся все случается когда-то иногда вот так мы же тоже не все можем приугадывать я где-то по-моему в Башкирии где-то я так же так значит получается что нам налево надо что-ли между нами уже любовь маршрут перестроен я что-то не пойму что-то я не туда за рулево куда ехать-то между нами уже любовь маршрут перестроен что-то я не туда за рулево через 200 метров поверните направо блин для нас был налево наверно ехать фуром проверяется что-либо за рулево так ребята здесь туман у нас мы вышли сейчас посмотрит здесь нас просканирует все поедем дальше ну дед машина м4 на проехал с той стороны три пропустили из этой одна фура который передо мной было все собственно так что сейчас поскачем дальше потихонечку правда уже и спать охот да кстати маршрута блин я это вам не сказал так мы получается гайты загрузились так едем новосибирск вот ребят до новосибирскому едем и одна выгрузка в омске такие дела поехала сейчас наш просканирует и поедем дальше такие дела но тоже там излучение по-любому идет конкретная на фиг узнать даже что как говорит Так, ребят, всё, я заглушил на газу, так, включенненько. Офигеть, настроили они, блядь. Ловили-то, да? Ребят, ловили сколько, а? Ёбаросэтэшки. Багажники, все дела. Вот Ставропольский край. Туман, туманище, так далеко. А ты идёшь одна, и мне не верится. Вот и туман, 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 туман. Так, идём мы на Моздок, там направо. Ну, короче, ребят, там, я думаю, там, кто ездил-то в курсе, там, вы чё дальше-то? Знаменский, что ли, по-моему, там, потом и Листа, ну, и там, Волгоград, недалеко. Так что, ребят, вперёд. Туман сильный, да? Для безопасности лучше скучим аварийку, ребят. Фигу, знаешь, чё и как. Погода такая, это... Непонятный туман. В принципе, я бы не сказал, что фар пробивает очень далеко. Здесь 15 метров. Видите, только свет, где проявляется. Безопасность. Безопасность. Так, нам бы газ ещё бы заправить немножечко бы. Хороший ценеба. О, 16,90 газ, ребят. Я думаю, это очень хорошая цена. Галюгай, галюгай. Галюгай, галюгай. Так, а где здесь газ-то? Блин, сбоку, когда писали, 5 км, это, это. ТТ-газ. Блин, они сюда заехали. Пока есть газ на цапрать, чтобы там перед Волгоградом ещё блестнём. Так, заправились мы, кофейку забежал в зал. Сейчас вот сюда встанем пока. Что-то у меня лампочки... Мама, Люба, мы ушли с маршрута, но сейчас всё разрули. Лампочки хочу посмотреть, что-то это потухли в доске приборов. Сейчас быстренько откручу. И всё. Так, это мы прошли, 165, 30 литров вошло. Так, где отвергут у меня, блин, а? Ё-ка, не забывай. Что-то сюда делось, блин. А, вот она. Ребят, нефть вообще невозможно. Чё, идёт запись, что ли? Ох, всех привет, ребята. Проснулись мы на заправочке в Лукойле, Зеленокумск. В Лукойл. Сходил кофеёчку я взял. Ну, то есть так вот. Как обычно, в туалет нам в помощь на заправках. Помылся, умылся, все дела. Сейчас поедем. Путь у нас долгий. Ехать ещё долго нам. Ох, опять Урал. Так вот, ребята. Больше никак. Хочешь заработать? Работай. А не хочешь зарабатывать? Сиди, как говорится, дома. Потихоньку. Трогаем. Как ездим в Самару. Сезарь про эх. Тоже вот что-то еду, думают, да, вот так вот. Смотришь. Тут, там, вот, блогер, всё вот это, комментарии, да. Блин, такое мнение складывается, да, вот, то, что люди вот себе контент вот этот вот делают, там, необоснованно, там, да, обсирая других людей, там, да, термовозы, там, перегрузовичи, там, и так далее. И, вот, смотришь на это вот, на всё, и, блин, да, просто, блин, 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 клоуна-то какая-то, нам, блин, ты ездишь на газели, блин, да, работаешь там, блин, как говорится, зарабатываешь там, да, деньги, там. Заплатить? Точно, блин, чё-то как-то там, кредиты, ипотеки, блин, но вокруг вообще себя никого не видишь, ну. Ты вот определенную точку зрения выбрал в своей жизни в одном направлении и живешь. Если у других машин меньше, значит, они термовозы, да, получается, да. Хотя другой говорит наоборот, если 6-метровый газель, значит, термовоз. Но другой через экран кричит, что наоборот. Блядь, вообще весело, короче, у вас там вот движуха такая, я не знаю, вы-то, конечно, друг друга на них тоже смотрите так же, как и я вас смотрю, да. Да, и в том плане то, что, я не знаю, как, если вам, конечно, интересно это, нравится обсирать друг кружки там, да, вот это вот. Необоснованно, во-первых, вы это все говорите. И если вас моя цена там не устраивает, да, по моим расценкам, которым я ездию, там, 20-25 рублей, я вам повторюсь, больше я не могу найти расценку. Объясняю. Если вы ездите по 35, по 40 рублей, ради бога, ездите. Ушей много, ради бога, трещите, если кто-то верит, и кто-то радуется, там, о, молодец, он по 35, а этот там по 20, термовозит, да, там, или по 25. Да ради бога, ребят, я в ваш карман не лезу, а вы в мой тоже не лезьте. Вы заглядываете в мой карман, кто, кто вообще вам, блин, дал право такое заглядывать в мой карман, да? Че я там езжу, че я меняю по машине, че я не меняю по машине, да, там, обсуждаете вы меня там. Есть на то причина, то, что я че-то не меняю. Если ты здравый человек, там, блин, да, и у тебя есть немножко, как бы, человеческого, блин, ты бы правильно ответил, там, думая своей головой. Блин, ну, вообще, один за весы там задвигает. Че там с этими весами, газели через весы, там, блин, все вот это вот, знаете, че, вы только вот это, натуре, на публику играете, а о последствиях вообще не думаете. И груза тоже ваши возят все подряд. Вот я не удивлюсь, что, да, там он идет, вот, двадцатка, а идет с двумя тоннами всего. Блин, ребят, вы в какой стране живете-то? Где вообще ездите? С кем вообще общаетесь? Вообще, общаетесь ли вы вообще? Или вы, вы на газели ищите себе подобных, что ли? Вот это я не могу понять. Если я ездю, да, по всей России, там, куда возможность есть, заказ есть, там, я взял, вот так, но я и по дороге, извини меня, тут, там общаюсь, тут люди. Дальнобой вообще, они не скрывают, как бы, это, что они возят эти, блядь, догрузы халявные. И цены они снижают. Я уже звонил неоднократно в АТИ, правда, сейчас эту функцию убрали, блядь. Звонил я в АТИ, даже он в Сомск, и сколько раз звонил, там, выставлю 30, он выставляет, там, 12, я ему звоню, я говорю, ты что делаешь? Мне надо уехать, мне надо, вот, на топливо, я уже стою здесь три дня, вот и все, до двадцатки. Вы мне говорите, блин, а, четырехметровая газель, вон он тычет, там, да, это, тормовоз. И это, блин, ну вообще некрасиво, как по натуре, вот тебя ведете, блин, и даже вот, блин, ну, я не знаю просто, где вот там росли, как говорится, блин, ну, все равно должно быть какое-то понимание, уважение к друг другу, все-таки все одни и те же, все коллеги, там, я понимаю, там, не без этих, не без чокнутых людей, да, и без шиферов, там, да. Слышишь и такое, едешь, вот, сейчас, сейчас рации нет, а так, едешь, слышишь, многие, эти двадцатки там, да, кричат на, о, кто там со стола-то вырвался, блядь, кто нас там всех тянет за собой, что за овца блудят, ну, что это за разговоры, блин, я вообще, блин, удивляюсь, ребят, ну, елки, блин. Ой, так, блин, себя уравнивать, каким-то овцем там, да, блин, ну, вообще даже, ну, неприятно, реально неприятно. Ты вот, с твоих уст, вот, ты такие вот слова, как говорите, ну, вообще не понимаю. Те же самые груза, там, вот, копеечные, там, это, неприятно. Да, ребят, ваши груза уже сколько лет? Логисты уже кусают, ну, базар нет, ну, давай подожду. Ну, ты подождешь, другой подождет, а третий поднимет на две тысячи, а ты хочешь на десять, он на две, на три поднял и забрал, уехал. На этой же двадцатке, а ты думаешь, блин, вот термомоз газелист забрал. Блин, да нет, ребята, ты пальцем в небо тычешь в пустую. Просто ты не можешь определить, кто забрал этот груз. Понимаешь, ну, тут, возможно, и тот может забрать, и газелист, а даже эвакуатор может сейчас забрать. Я вот, ребят, встречал, эвакуаторщики грузят, а мы, говорит, не только машину возим, мы и груза возим. Вот и все. Вот я о чем хочу сказать, то, что, блин, ну, как так вот, блин, ну, я считаю вообще, ну, некрасивая эта вся вот эта вот движуха такая вот, она. На НДС подняли, да, налоговую платить, соответственно, груз еще понизится. Рабочим подняли, там, поднимают с каждым годом зарплату, да, чем выше зарплата предприниматель поднимает, да, официальную, тем больше ему ловышек надо отдать в налоговую, там, пенсионную. Ребят, это все, все вот это поедает, съедает, и ваш груз вот обкусывает со всех сторон. Да, та фирма, которая там может себе позволить и везет там груз, да, за нормальный ценник, и он стоит, и выхлоп там хороший. Конечно, она его выставит нормально, но, опять же, если она его выставит нормально, он другой соседний логист просто перекупит и все, а вам, опять же, выставит его. То есть тут, тут должны, блин, логисты, которые выживают, наверное, я вот даже не знаю, наверное, кто на прямой груза на это берет, вот, наверное, они, наверное, могут вам и отдать там, да, по нормальному ценник. Ну, не знаю, сам ищу, как бы там, в том плане, не то, что ищу, прокатиться бы разок, там, километров, там, так, тысячи три-четыре бы, рублей по сорок, по сорок пять. Блин, мне, наверное, этот рейс бы запомнился, наверное. А то сидите дома, да, и обсуждаете, работы нет, этого нет, термовозы возят, груза возят. Да как он в убыток себе поведет, да, вот с одной стороны, ну, прикиньте, вот я сейчас поеду там, бля, 10 рублей там километр, да, или 8 рублей километр. Ну, чё я привезу до Новосибирска? Да ничего я не привезу, мне ещё придётся, наверное, со своего кармана, наверное, вкладывать. Ну, просто вот, ну, логически, блин, ну чё уж, все такие дураки, вы умные, да? Блин, тоже интересное обсуждение, газель 420, там уже термовоз, нормально решили, ну, выводы делаете. Контент. Наще, блин, ну, смешно, блин. Тут, немножко взгляните, тут все берут эти груза. Вон, говорю же, в кафе вчера, вот перед Саратовым, остановился, и с дальнобойщиком сидел, разговариваю, ну, думаю, дай это. То есть, это что получается, на хозяина работаешь на фуре, ещё ездишь, собираешь, да, по пять, по шесть точек. Тоже мелкие груза, да? Смотрю, нам кармош, не мелкие. Бывают мелкие. Ну, и две тонны бывают, полторы, да. Ну, у меня просто друг, говорит, якобы, ну, так он думает, что якобы фуры, говорит, не берут там мелкие груза. Я говорю, да как не берут, говорю. Я говорю, берут они, я сколько раз видел, прям мелкие, там, это, как-то. Вот вчера, пример, человек ехал с двумя тоннами с Москвы до Пятигорска, нафиг, больше вообще не грузился, ничем, он, говорит, как бы вот взял, и вроде бы нормально. А с Пятигорска ушёл до Тамбова за 30 тысяч, говорит, вот я сейчас еду, говорит, всего за тридцатку. Он тоже, говорит, что-то там с двумя тоннами, что ли, с тремя ли. Я говорю, зачастую фуры берут, но. Потому что хозяин, считая, этих фур, он, считая, может, и логист даже, да? Ему по-любому надо, чтобы машина не стояла, хоть что-то зарабатывала. Потому что зарплата водителя по-любому 1070 вылазит в месяц, затратно нам. Им лишь бы капало с каждой загрузки. Ну да. Плюс диспетчеру с каждой загрузки копытка. Сколько там, процентов 10 по-любому минимум? Да, они не говорят же. Они скажут тебе, вот, погрузка, перевозка, цена такая, это всё. Она своё уже забирает, она не говорит, она сколько. Если стоишь 120, она скажет 70. Едешь, едь, нет, нет. 50 себе на карман. Нелегко. Не заманишь. Ну вот. Вот как маленькие человеческие люди. Нет, это что вообще? Такие ушли я совсем. Это так не будет. Вот их даже назвать не ушными, а наглыми, да, уже до того обожрались нам. Я говорю, это вот так у меня в этом. Я из-за 10 тысяч в Иркутске ругался с диспетчером. Ты офигел, что из газели 10 тысяч имеешь? Он говорит, вот веришь, нет? Говорит, я с тебя по-божески вообще поимел. Я говорю, в смысле по-божески? Я, говорит, с газели имею по 50, по 70 тысяч, говорит, отправляю хоть за восток. Я говорю, нифига себе, блин. Вот так вот, блин. Смотри, как хотел. И разговаривал тоже в Камышине с водителем. Блин, то же самое. Ну вот, ребят, веришь, делайте, как говорится, свои выводы. Опять же, эти выводы надо делать тоже так же. Все, все, всем нужно кормить. Машина не должна стоять. У всех начальств, у всех своих фур, которые, все думают о том, чтобы машина ездила. Так же, как и вы думаете. У нас-то голова одна у всех практически думает одинаково, в одном направлении. Чтобы машина не стояла. Тем более двадцатка там, да? Для чего она в лизинге? Как ее выплачивают? Да она должна крутиться. Постоянно, без остановок. А сколько таких фур, ребят? Они каждый год, каждый год, они с салона продаются. Я не знаю, сколько, если там набрать, наверное, сколько продается газелей, сколько продается этого. Утилизации нет программы. Где утилизации, да? Там, ну, трейд-ин этот. Ну, что трейд-ин? Ну, был я в луидоре. Ну, вон они стоят все. По два, по три года машины стоят. Капот открываешь. Next, там, 16-го года. Капит. Зачем это все выливать, там, да, обсуждать, там, меня что-то там начать. Где-то там мне уже сообщают, там. Я и не скрываю. Че мне скрывать? Я езжу и езжу. Я и вам объясняю, что 20-25 рублей, это, блин, потолок, то, что я ездил на дальнее расстояние. Ну, и че, ну, не могу я найти. Или у меня логист тоже не может найти, там, да? Нифигозно. Ну, не получается. Как найду, я обязательно сообщу. Не переживайте, у меня радости будет. Вот, буйма. Если мне попадет с тобой, блин, труда такие, что я по такому ценнику поеду, там, километраж 4 тысячи. Так что, ребята, это, блин, ну, немножко надо, как бы, здраво-то, немножко себя держать. Ну, то получается, блин, фиг поймешь, что меня обосрали, там, блин, какие-то там эти хейтеры, или кто они там, интриганты, блин, которые, блин, языком балаболят, там. Вот тут же балаболят, что на 6-метровой термовозы ездит, да тут же на 6-метровый кредит, что это 4-метровые термовозы. Бля, вы хоть поопределились, кто из вас термовозы, и кто на каких газелях ездит в термовозе. Уже запутались, наверное, снимая каждый раз вот эти контенты, блин, ну и что ты стоишь там, да, ну и что. Я сколько стою? Я в каждом видео практически в том году стою, в каждом городе по 3-4 дня. А груза есть по 5 рублей? Берите, езжай. А зачем они мне по 5 рублей, если я даже не доеду от пункта до аппункта? Вот просто логически сами подумают. Вот пришлось жить. Наскребешь двадцатку, поехал. Мода у логистов сейчас, она вообще вошла в положняк. Да, грузик. Две тонны, ребят, да, грузик. Три тонны, да, грузик. Звонишь ему, алло, алло, поднимите цену. А мне зачем поднимать? Двадцатка придет, заберет. Открытым текстом. Че уж, теперь и это что ли надо записывать? Нет, ведь записывают на Ютубе, что человек якобы на Газели забирает такие догрузы. Но куда он такой догруз возьмет? Три тонны, блядь. Или там 10 рублей в километр. Ребят, я вам скажу, вы выкладываете, да, это, я не спорю, это реальный ценник, да, там 10 рублей за километр. Тем более там в промежутках таких, как 700-800 километров, и вес там сколько там примерно визуально, я не знаю там, конечно, там, но вот приходилось мне такие груза брать, да, 400-500 килограмм. А че бы его не взять? 10 рублей километр. 500 килограмм. А че вы хотите, чтобы вам 500 килограмм шматя, который там человек переезжает, он вам че выставит? Там на расстоянии 3000 километров он вам выставит 60 тысяч. Ребята, он за 60 тысяч все эти свои вещи купит в новом магазине. Или там какие-нибудь корзинки там, три куба корзинок там, да, перевезти там, 10 рублей километр. Немножко груза к грузам тоже надо подбирать. Как бы смотреть, я считаю, что надо смотреть, сколько вес, что это, что там примерно, как-то все равно должно же все отталкиваться быть. Понятно, что там компании, эти перевозные компании, они подороже берут. Но ты ту цену предлагаешь, которые там в пределах пятерки там от транспортной компании дешевле. И как бы вот он и ценник. Обкладываешь, объясняешь им там это все, что вот так, и так, и так. все факторы играют, все факторы. На ваши вот эти вот мысленные груза, там, то, что цены там, это, то, что собрали там, пока торговался. Да, ребят, я таких грузов, они у меня уходят постоянно. Торгуешься, торгуешься, и в итоге он улетел. Но обвинять в этом там газелиста или кого-то там неопределенно, там, какого-нибудь картыша, ну, это вообще некрасиво. потому что забрать, я повторюсь, кто угодно может. Ничего говорить. Сейчас у нас автотранспорт развелось, я вообще не представляю, сколько вон они едут. Один за одним. Просто без остановки. И сзади, вон, целая колонна. Машины с салонов продаются. Проехали там в 500-600 тысяч. Они продаются обычно там фирмы, которые более-менее еще так дышат, могут приобрести либо какой-то частник покупают. А денежки-то эти платить надо столько. Соответственно, чтобы машина не пустая, не была, вот, все так и происходит. Так что, ребята, все это вот так и происходит, и будет это происходить. И все это прекрасно понимают. И тема этого интересная, конечно, в плане, то, что ее можно обсуждать вообще бесконечно. смысл этого. От этого не перестанут водители. Это только водитель тот, кто сам себя уважает, да, он там не возьмет этот. Вот если у нас таких будет больше, и груза будут виснуть, то тогда возможно будут подниматься ценники. А так, что я хочу сказать. Всем, как говорится, удачи. Решите в комментариях, что вы думаете по этому поводу вообще. Как вообще такая вот эта вот тема, которую обсуждают на каналах термовоза, как она вообще вам нравится, не нравится. А мы едем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok